Более 360 тысяч жителей Новосибирской области уже закрепили свое отношение к поправкам в Конституцию голосованием. Участковые комиссии ждут избиратели с 25 июня. Причем не обязательно ехать на участок в соседней школе или детском саду. Во многих дворах работают выездные комиссии. Почему важно прийти к урнам и каковы доводы за и против поправок, узнал Александр Сульдин. Двор дома номер 10 на улице Шамшурина. Избирательная комиссия прямо на детской площадке. Палатка, урны, антисептик. Паспорта на расстоянии. В мобильный пункт голосования, когда он в собственном или соседнем дворе, прийти проще. Сейчас у нас проголосовало уже 200 где-то человек. Это получается вокзальная магистраль Ленина, Шамшурина и Комсомольский проспект, часть домов. На палатке где-то, наверное, около 20 человек примерно. Это вы сегодня первый день стоите? Да, с 13 всего часов. Объявления наклеивали за два дня до начала голосования. На участке, рассказывают, сначала пришло много народу. В пятницу спад, горожане поехали на дачи. Этот выездной участок будет работать в ближайшие дни, с 13 до 18 часов. У каждого свой выбор. Директор клиники имени Святослава Федорова, известный далеко за пределами Новосибирска, депутат от «Единой России», поправки поддерживает. Считает, что в них залог стабильного развития России. Почему мы должны в рамках такого сильнейшего давления на нашу страну извне, да, и, значит, принимать за основу и главе стоящую роль там внешне международной суды и так далее, когда наше государство имеет особый путь, свой путь развития. Просто в стороне стоять, где-то там с телефонов, потом там друг друга переписываться, и то не так, то не так, и совсем правильно, на мой взгляд. Правильно это прийти и выразить свое мнение. Коммунистическая партия Российской Федерации против. По мнению депутата от КПРФ Георгия Андреева, принятие предлагаемых поправок лишь закрепит действующий курс, который не ведет к развитию. Авторы всей этой истории зашили в череду благостных поправок главную поправку о несменяемости Путина у власти. Текущая ситуация, она не позволяет нам говорить о том, что президент Владимир Путин эффективно умеет, эффективно управляет нашей страной. Даже большинство, значит, текущих результатов говорит об обратном. И КПРФ, и Единая Россия сходятся в одном, на избирательные участки идти нужно, необходимо выразить свою гражданскую позицию, а под каким ответом ставить галочку – дело каждого. Александр Сульдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Конституция – это мы. Только вместе. Только всей страной. 1 июля 2020 года. Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова